В Ульяновской области началась борьба с непарным шелкопрядом. Она продлится до конца мая. Более трех тысяч гектаров леса обработают специальным препаратом. Это позволит сохранить здоровье регионального зеленого фонда. Об этом в материале Эдуарда Истомина. Уговорить ее на то, чтобы она не кушала, невозможно. На этих кадрах видно, как выглядят листья дуба. Виной тому личинка непарного шелкопряда. Она, по сути, поражает легкие дерева, как пневмония во время ковида. Начинают активно питаться. То есть они поднимаются вверх в крону и начинают массово есть листву. Как итог, дерево дышит плохо, иммунитет слабнет. Еще пара таких сетчатых сезонов и прощает природное создание. И все же безвыходных ситуаций не бывает. В этом году оборону от вредителя держат с помощью дефилигнума. Это биоинсекцицид. Бактерия попадает в кишечник гусеницы, когда гусеница питается. И там начинает свое развитие. Гусеница в течение 5-10 дней гибнет. А это один из рейдов против непарного шелкопряда. Мощную струю препарата сносит ветром вглубь леса на полкилометра. Его распространению также помогает температурная диффузия. Благодаря ей мелкодисперсная смесь втягивается в массив. Обработали 650 гектаров. Сегодня вечером по плану такая же площадь будет, если нам ничего не помешает. В первую очередь спасает дуб, березу и липу. Именно на них позарился не парный шелкопряд, а еще на рябину сосины и даже ель. На данный момент шелкопрядные очаги зафиксированы на 10 тысяч лесных гектаров. Планируется выезд в Меликеское, Майнское лесничество, в Радищевское, Сингелеевское, Теренгульское. По нашим данным очаг увеличился. В этом году не парник зашел даже в село, облюбовав яблони. И все же основная опасность в лесах. Места, где ведется обработка, людям рекомендуется не посещать. Жидкий стул хоть и не смертелен, но без него куда лучше, напоминают специалисты. Эдуард Истомин, Денис Миронов. Вести Ульяновск из Меликесского района.